Субтитры сделал DimaTorzok Последний, можно сказать, долгожитель чемпионский в UFC Или это Пурия теперь чемпион в полулегком весе Сегодня вообще много о чем поговорим Помимо UFC затронем турнир OpenFC Который теперь транслируется в ОКО Поговорим про ИСЕ Янг Иглс Про тайский бокс поговорим В общем, тем очень много Ян, привет! Да, привет, Леша Здравствуйте, друзья! Наверное, начать следует именно с UFC Но, опять же, при обсуждении этого турнира Мы довольно быстро дойдем до неприятной темы Это поражение Романа Копылова Или начнем с... С чего ты хочешь начать? Давай с Волкановской и Тапури Это же главное событие Да-да-да, без проблем Как гром среди ясного неба Ну, в общем, я не буду скрывать Я прямо переживал за вот этого парня, пожилого Опять же, я вот слышал тоже, читал такое мнение Люди пишут Я там никогда не болел за Волкановская Но вот в этом бою болел И вот у меня примерно то же самое Я за Волкановский, я вот не помню, что без... Я все время хотел, чтобы там... Чтобы Яир его победил Там, чтобы Артега его победил А чтобы Холовей победил не хотел? Чтобы Холовей... Ну, потому что Холовей же был чемпионом А нет, он не был чемпионом Это весело Он... И вот этот раз я болел за него Потому что Тапури Ну, просто очень мерзко выглядел Именно на пресс-конференции Вот эти все понты Вот эта вся вот там Уверенность, там Копирование На мой взгляд, довольно бездарное Конора Макгрегора и так далее И в итоге, в общем, он побеждает Но я отдаю, конечно, ему должное Тапури очень крутой парень Он верил в себя Он молод Там просто же был у них чемпион Альдо Потом был Конор У Макса там было еще и две или три защиты даже Ну вот, видишь? Ну, на самом деле, Волкановский провел, в принципе, неплохой первый раунд Да, и по ударам там, и по всему Просто получается, что, ну как, говорят про вот этот нокаут Который был с Славом Махачевым Что нельзя было принимать бой сейчас И вообще начало ли это конца или не начало Но вообще история с Конором Макгрегором и Элита Пури Действительно пересекается, да, во многих там И количестве побед на момент становления чемпионом И того, как он себя ввел на пресс-конференции Там вырывал пояс и все такое Но это было Он даже по татуировкам сходится Это же было совершенно осознанно Конечно Но при этом Конор, это фигура Помнишь, как Конор, когда там он выступал со всеми своими этими движениями Это было реально смешно Это все обсуждали А здесь как-то выглядело злобно и тупо Вот, поэтому мне вообще не заходила эта история И, в общем, наоборот, захотелось поболеть за Волкановским Он выглядел прям настоящим интеллигентом на фоне Топурия Ну да, ну вот смотри Чье чемпионство более незыблемо? Жозе Альдо на момент боя с Конором Или Волкановский на момент боя с Топурией? Наверное, Альдо все-таки Ну, Альдо вообще великий чемпион Он первый чемпион в этой весовой категории Вообще в истории Сколько он, ну, мне кажется Он навсегда останется особняком И вообще тогда, ну, не знаю Тоже такой нерв Мне как будто Конор вот в том далеком там уже 2015 году Создал какой-то пузырь реальности вокруг всего этого Помнишь, это путешествие, когда там в разных странах Там они делали пресс-конференции И везде было что-то новое И вот это прям, это было нечто такое грандиозное Чувствовало, что это что-то такое большое, огромное А здесь, ну, как-то более буднично, что ли, получилось Ну, и просто масштаб личностей разный, получается И, в принципе, и Альдо более масштабная личность, нежели Волкановский И, естественно, Конор гораздо более масштабная личность, нежели Илья Топурия Пока, да Насколько он продвинется, очень интересно Потому что, опять же Это хорошо, наверное, для промоушена Потому что теперь есть повод действительно провести турнир в Испании И так об этом шла речь, да И теперь это уже, скорее всего, состоится Топурия Привлечет ли он новую аудиторию Испанскую, грузинскую, в том числе? Конечно, привлечет То есть, он опять вызвал же там Конора Макгрегора зачем-то, да В каком весе, кстати говоря, тоже непонятно Ну и вообще-то, я не думаю, что Конор будет драться с Ильей И там вообще в принципе, зачем ему это нужно Ну, да, учитывая, что планируется Планировался бой в средней весовой категории И помнишь, как Конор выглядел в преснопамятные времена, когда он выходил на взвешивание в полулегком Что его там просто тащили Он был похож даже не на зомби, а просто на скелет обтянутой кожей И теперь, учитывая образ жизни Конора И все вообще сопутствующие обстоятельства Мне кажется, ни за что, ни за какие деньги он не сгонится в 66 килограмм Ну, наверное, да Что касается самого нокаута Это прямой нокаут, то есть, именно вырубили опять Волкановский Что он будет теперь делать? Естественно, он остается топовым бойцом этого дивизиона Наверное, будет довольно большой отдых А как это относится к той теории, что вот чемпион 35 плюс не выигрывает? Ну, рано или поздно он выиграет То есть, это всего лишь вопрос времени Тут, как бы, я не думаю, что это прям какое-то незыблемое правило Конечно, это показательное Оно работает, получается, да? Ну, это показательный момент И действительно, ну, и без этой статистики все прекрасно знали Что первое, что теряется с возрастом, это скорость А в подобных весовых категориях скорость И поэтому бой тоже наглядный пример Скорость – это очень важно Чувствительность, вот как раз момент, когда человек видит удары Чувствует их, чувствует дистанцию В общем, скорость и движений, и реакции на какие-то угрозы И все остальное И, в общем, ну, так получилось Ну, то есть, как раз выходит, что именно рефлексы Здесь решают чуть ли не все И именно они начали сдавать у Волкановски Поэтому он, наверное, будет выступать и получать там большие деньги и так далее Но он, наверное, уже даже и не выгоден промоушену Как человек, который вернет себе пояс Во-первых, еще Тапурия сказал, что никто не достоин с ним драться вообще в полулегком весе Вообще никто Ну, а что он тогда хочет делать? Хочет Фонара Макгрегора в Испании, в Мадриде там или где? Это понятно Это, мне кажется, вообще Илья Тапурия говорит как подросток То есть, ну, просто такие, такое ощущение Что, ну, ему 15 лет психологически И вот он, типа, там, я тебя побью Никто не достоин То есть, есть некий максимализм прослеживается Он только-только стал чемпионом Но, с другой стороны, после самого боя Там были сказаны такие очень искренние слова Вот, что вот я там, это была моя мечта Там, я к ней шел и так далее Действительно проделана там колоссальная работа Кстати, Волкановский же сразу сказал, что хочет реванш В Испании реванш, если там ему дадут, почему нет? Он великий чемпион И Дана Уайт же сразу выступил Ну, вот сейчас у всех на устах в России Что, типа, Явлоев недостоин И вообще он, типа, должен победить досрочно Обязательно Это, типа, теперь придумали такое правило Что обязательно должен победить Ну, во всяком случае, так говорит Уайт Но если не реванш И понятное дело, что не Конор Это фантазия Ильи Кто достоин сейчас? Холлоуэй Ну, он сейчас занят с Гейджа Но, да, Холлоуэй занят с Гейджа Причем занят там На UFC 300, то есть в апреле А прямо сейчас в Мексике будет драться Родригес То есть вот Яир выигрывает Он фаворит в своем поединке И вперед, отличный бой Или же выигрывает Артега И он тогда становится фаворитом Просто тут еще один момент Ну, они как раз оба подходят И Артега, и Яир Это отличные бои И вообще Илья прекрасный в этом отношении чемпион Потому что он не дрался почти ни с кем Стопов Он не дрался с Холлоуэм Не дрался с Артегой Не дрался с Яиром Не дрался с Явлоевым Не дрался с Алином То есть куда хочешь его просто ставь И это шикарный бой И вроде как все они достойны Да, ну что касается Мафсара Кстати, вот про это правило Пока не выиграет досрочно Ну, это просто огласил такое требование Да, получается, Уайт Ну, во-первых, я это слышал вообще от Камила Гаджиева Что он это сказал То есть от Уайта я этого не слышал Ну, вот цитата Уайта сегодня во всех фабликах Да, что вот это Уайт высказался по поводу Мафсара Да, просто Камил сказал эту же фразу Но просто недели три назад еще Да, как бы То есть Уайт слямзил у Камилы Конечно, Уайт просто слушает Слушает наши разные подкасты Там все И Камила прежде всего, я уверен И, в общем, конечно, он берет Мотает на ус Так потом еще и Мафсар сходил на тот же подкаст И сказал, что я могу финишировать Камилы Ну, там вроде как начал зарождаться какой-то конфликт Но они поговорили, все нормально Так или иначе Вот для меня именно бой Мафсара и Тапури И бой Холовой и Тапури Выглядит как два самых интересных, если честно Яир уже вот дальше Там третий Яир Офтега Кто из них там выиграет бой Но тут есть определенная опасность Вот из них, из всех Самый опасный Холовой получается Для Тапури И если Холовой опять сядет на Ну вот на чемпионский трон В полулегком весе Что с ним делать? Опять Волкановский на него спускается И опять Эту шарманку заводить Типа по новой уже Ну типа следующий этот уровень спирали И так далее А тут получается, что Ну с точки зрения там И раскрутки Тапури И вообще как бы оживления Может быть кого-то помоложе Да поярче И вообще там устроить Ну вот Мне кажется Ортега Дерется редко Подвержен травмам Там и так далее Мне кажется С Яиром было бы круче всего Плюс еще Яир у него такая харизма Народного чемпиона Там вот из Бельсии Тоже испаноговорящий И они там смогут зажигать На пресс-конференциях в Испании Так что в общем прикольно Но надо еще победить сейчас в Мексике И тому и другому Может быть один апсет Да Потому что у них же тоже соперники непростые И у Артеги И у Яира Так что кто-то проигрывает И все И уже ситуация становится более ясной Но в целом вообще Ты вот Казалось бы номерной турнир Да Там большое событие Все такое Вообще Они же в Хондо-центре Да было Да В Анахайме В Анахайме Да-да-да В Калифорнии Кстати ничего себе Семь с лишним миллионов долларов Собрали на билетах только Вот У меня не было ощущения Очень большого события От этого турнира Казалось бы Такая развязка Такой финиш Тапурина кутирует Бессменного чемпиона Исторический момент Исторический момент Но ощущения этого историзма не было Я не знаю почему То есть в целом Да Был содержательный бой Уитакера и Костона Реально был содержательный Был интригующий бой Двалишвили и Сихуда Кто бы что ни говорил Вообще Для меня Комейн-эвент В этом турнире Должен был быть Именно Сихуда Двалишвили А не Коста И Уитакера Ну да ладно Это другой момент Они все были Но в целом В целом Ощущение от турнира Такая крепкая четверка Но не вау Пять Вообще Это было что-то Вот Ну нет этого эффекта А когда Коннор Вырубил Альда Этот эффект был Разрывной Вообще на всю планету Ну масштабы Потому что личности Другие И Ну Просто Коннор Получается уникален Его Возможность Притягивать к себе Внимание людей Она вот Такая Потому что он Прежде всего шоумен И потом уже Как бы боец Получается Помнишь как Ну там Мы часто это вспоминаем Как Уайт говорил Что Когда я увидел Этого парня Я только одно подумал Пусть Лишь бы он только умел драться Потому что все остальное У него для того Чтобы стать суперзвездой Уже есть А здесь Ну как бы Ну да Еще один номерной турнир Ну да Чемпионы сменяют друг друга Тут еще может быть Определенное присыщение Да Сколько мы уже такого видели И О качестве боев И Вообще Накале противостояния Говорит вот только один факт Бонус за лучший бой вечера Получили Девушки Абсолютно заслуженно Маккензи Дерн И Аманда Лемас Показали крутейший Супердраматичный поединок Это был последний бой Предварительного карда Если вы не видели Просто найдите Посмотрите обязательно Это прям отличный бой Он лучше чем любой бой Из основного карда По факту Ну да Я бы наверное Хотел бы Чтобы конкурировал бой Коста и Уитакера С этим боем Но признаю да Что Лемас и Дерн Что значит Именно благодаря характеру И уж простите Стальным яйцам Дерн Она так Просто показала Что она боец до мозга костей На характере Безумно выливая девчонка И это был И это был спорт Высших достижений При этом Ну и у нее Каждый бой Практически Это какая-то драма Много пропускает Да Много пропускает Героически отыгрывается Вечно вся в крови Там Дерется На зубах Тащит И при этом Кстати У Маккензи Сейчас получается Три поражения В последних четырех боях Но Она Из этих Из последних трех боев Два бонуса За лучший бой вечера То есть это прям вот Такой Браулер В женском обличии Ну вообще получается Что вот этот Строуэйт Он живет у нас Сейчас бурной жизнью А кстати говоря Объявили все бои Да На UFC 300 Как же Обязательно Вот И получается Что именно Ко-мейн-эвент Будет Вейли Джан Против Ян Сяунань Да Соответственно А Лемос Здесь третий Да Кстати говоря Рейтинги же обновились Уже Обновились Да Маккензи Дерн Упал на одну строчку Стало восьмой А Лемос третий Соответственно Вот Лемос И Татьяна Суарас На второй позиции То есть Самый интересный Вес у девушек Сейчас Это вот до 52 Ну и 57 Тоже интересный То есть Ну Он не просто звезд И как-то ну Драйва меньше 57 Сейчас все четко Вот они эти две Выдающиеся спортсменки Получается здесь Четко сейчас Вес номер один 52 Вес номер два У девушек 57 И вес номер три Просто есть еще Какой-то 51 Но кстати Я тут слышал Что Поединок Бланшфилд-Фьеро Да Встает на место Главного события На турнире 30 марта Потому что Там главный Поединок Отменили Вот И они В итоге Оказались В качестве Хедлайнерш Ну Не знаю На самом деле Фьера очень крутая Да Скорее всего Она выиграет У Бланшфилд Но Вопрос в том Что Насколько это привлечет Широкого зрителя Ну грубо говоря Если мы говорим О таком простом турнире Типа Который будет Розенстрой против Газиева Этот турнир Априори Прилечет Больше аудиторию Нежели Бланшфилд и Фьера Потому что это сопоставимые ивенты В принципе Да И Просто здоровый тяжеловес Один из которых Там Темнокожий Розенстрой Который является драйвером В этом бою И вот Молодой Непобежденный Голодный Шамиль Газиев Который там рвется В топ-15 Как минимум Да И соответственно Фьюро Казалось бы Топовая спортсменка В своем весе Ну и Бланшфилд тоже И Бланшфилд топы Да Их позиция гораздо выше Чем у Газиева Розенстрой С точки зрения рейтингов Но интереснее Все равно Посмотрим Ну это конечно Уравновешивается тем Что там Мужики и тяжеловесы Мужики и тяжеловесы Это всегда Просто бери из середины Топ-15 Ставь любой бой Вот тебе главный бой UFC, Apex И так далее В общем Что про Рому? Ну про Рому давай К сожалению проиграл К сожалению проиграл И нельзя сказать Что Во-первых Один из судей Отдал первый раунд Роме Один только Да Я думал Что вообще Раунд Ром забрал Мне так казалось Борьбы избежал в целом Ну практически избежал И в стойке Смотрелся неплохо Но Вот действительно Все это Все шло Под дудку Эрнандеса Он Посмотрел Пощупал дистанцию Попробовал Разные варианты Для борьбы И в какой-то момент Он понял Что просто Можно спокойно Включаться И Не знаю Мне так не показалось Я увидел Что у Эрнандеса Были серьезные проблемы С борьбой У него ничего не получалось В первом раунде И силы-то заканчиваются Когда ты проводишь Тейкдаун Вкладываешь силы В позицию В то чтобы перевести Удержать А он все равно встает И это и психологически Давит И силы кончаются А здесь получается Что он все равно Доделал эту работу И в итоге Вот я прям Очень сильно надеялся Что в втором раунде У него закончатся силы И Рома его Забьет Но к сожалению Не получилось В общем Там довольно интересная тема Опять же С позиции в рейтинге Дело в том что на 15 строчке Был Эрнандес А Рома Коплов туда не входил Но после этого турнира Эрнандес стал 13 То есть вот такая Ну типа остальные Не дрались А он кого-то Хотя бы победил Почему? Как? Дрался Коста Коста, который проиграл Коста упала на позицию А Айлен поднялся На одну позицию Ну я имею ввиду Остальные Кто там близко Мог бы оказаться С кем он конкурирует В своем Ну вот этом С топ-11 По топ-15 Буральо Там Кертис Крейг Кстати Хамзат Чимаев Там на 11 месте Но Хамзат В отдельной вселенной Находится В любом случае Ему эти рейтинги Не так и важны На самом деле Вот Но Рома проиграл Насколько это Психологически Его может ударить Я уверен Что никак Да Это бьет Это бьет По его продвижению У него серия Четырех побед Выигранный у Ирнадеса Просто был бы сумасшедший Финал 24-го года Для него Это был бы максимальный Взлет карьеры Сейчас Скорее всего Перезагрузка Когда дадут Следующий бой Непонятно И здесь Рома выходил На коротком уведомлении Да То есть Это хорошая вещь Потому что сейчас Он спас этот поединок И Роми могут Приложить хороший Следующий бой Стилистический Главный Главный момент Наверное То что действительно Он выходил На коротком уведомлении Он знал на что идет И Мы знаем Что Людей Которые готовы Так спасать бои Выходить на коротком уведомлении В UFC ценят Особенно таких ярких И зрелищных Копылов Опять же Там даже прозвище Уборали Какое-то такое Связанное С наукой Он же учителем математики Кажется Работал раньше Вот И с ним Мог бы получиться Хороший бой Поэтому У Ромы В этом плане Отличные шансы С Имао Хороший бой Мог бы получиться С Далидзе Хороший бой Мог бы получиться В общем Там есть разные варианты У Ромы Так что будем надеяться Что действительно В следующем поединке Во-первых Что он будет скоро Во-вторых Что уровня оппозиции Будет не понижение А наоборот Повышение Вот еще один момент Который касается Всего турнира Всего основного карда Каждый бой Был просто супер Вывеска какая-то Многие ждали Именно боя Иена Гэри Надеясь на то Что он упадет И Джефф Нил Его разобьет Многие болели За Генри Сихуда Против Мираба Двалишвили И что Трипл Си вернется Триумфально Но эти бои Получились Не такими зрелищными Как ожидались Особенно Гэри Против Джоффа Нила Это прям было Ну Отстоящее Это было Ну грубо говоря Ну это скучный бой Получился Осторожный Скучный бой Обычный бой Совершенно Нет не обычный Почему в смысле Как обычный Не хуже среднего Да Для меня Ну да На этом уровне Конечно же Мы вправе были Требовать другой бой Он включил Просто Стивена Томпсона Гэри И показал Что он может проводить Умные бои На велосипеде Уходить И он же После боя В интервью Сказал Что Я что сумасшедший Зачем мне надо Лезть с этим человеком У которого там Стальные руки На среднюю дистанцию На кулаках И он провел Умный Грамотный бой Очень зрелый Для своего возраста Так и надо Драться с Нилом Никак иначе Ну там Если ты супер борец Да Окей Ты дерешься Используй свои навыки Но Обладая навыками Гэри Он провел идеальный поединок И в общем Уверенно забрал его Ну вот смотри Шавкат Рахмонов Да Который тоже Бладает очень высоким Больцовским интеллектом Позволял себе Бои с Джоффом Нилом Гораздо больше И пропустил Там вальдольные моменты были Но в итоге Переломал И да И включил все-таки Свою борьбу Там в третьем раунде Все у него уже получилось Но вот сейчас Бой Гэри И Шавката Рахмонова Вот прямо сейчас Это то Что я бы хотел увидеть Но Говорили про бой Шавката С Колби И кого Вот этот человек вызывает Именно Колби Ну конечно Все хотят Колби Теперь Потому что он старый И плохо дерется И все конечно Хотят с ним драться Молодые Кто идет наверх Это помнишь Как этот Тим Элиот Да Говорит Ну я бы тоже хотел С собой Ну не настолько же Он старик В конце концов И не настолько Он был несостательный Бои с Леоном Эдвардсом По-моему именно настолько Во-первых Эдвардс чемпион Это лучший боец В этом весе Именно настолько Чтобы Захотели Да Теперь все с ним подраться Ну то есть Ян Гэри Совершенно не опасается Борьбы Колби А теперь на самом-то деле Гэри Ну с точки зрения Позиции в рейтинге И не нужен никакой Колби Потому что Колби на пятом Гэри на шестом И что как Просто Он очень высоко взлетел После этой победы То есть казалось бы Он был десятым Восьмым был Нил А он почему-то шестой Он стал вдруг На шестой позиции И в общем Тут получается Сразу же Под ним Над ним Колби Потом Бернс Уже Шавкат Белял Вот с Белялом кстати Скучный бой Но очень интересный Мне кажется Был бы у Гэри Ну Белял же Рассчитывает все-таки На титульник Хотя оказывается Белял даже не был В списке предлагаемых Леону Эдвардсу Спортсменов То есть там был Ислам Махачев Хамзат Чимаев И третий Кто-то забыл сейчас И он сказал С любым подерусь Да-да-да Но дело в том Что Ислам В принципе не мог Выступить на этом турнире Почему он предлагался Опять же Из-за Рамадана В том числе Хамзат Чимаев Тоже написал Что он не будет выступать На этом турнире Поэтому В итоге Мы получили Вообще Главный бой Там совершенно иной И в принципе Леон Эдвардс Там не выступит Ну В общем Нет Все равно будет Супер крутой турнир Там Оливей Рацарукян Геджи Холуэй Но мне кажется Он ровно настолько крут Чтобы Ну просто сказать Ну да Это юбилейный турнир Но не более того Это все равно В любом случае Это всего лишь Один из турниров И мы будем Они проводят турниры Там каждый год Там сколько Десять-пятнадцать Этих номерных турниров Раз в месяц Двенадцать Двенадцать турниров Там иногда больше Иногда меньше Но что тоже делать Из него какую-то Священную корову Наверное Не стоит Так Давай вернемся Чуть к Гэри Скажи Ты его больше ненавидеть Сталпался этого Или меньше 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 Вот Он стал меньше бесить А почему Потому что он Относился к Нилу Уважительно То есть Выбесил Он провел Тактически Выверенный Бой на велосипеде У него был Дичайший хейт Там и на пресс-конференции И во время И интервью Когда было Тоже все Гудели Но Вот Такая Остервенелый хейт Он куда-то Уходит Почему-то Снижается Скажу честно Меня абсолютно Не интересует Его там История С женой С бывшим мужем Этой жены И ребенком Кто там С кем там живет И чем они занимаются Я тут не вижу Вообще никаких Для меня лично Нет причин для хейта Он живет Это его жизнь И делает что хочет А вот то Что он С Нилой Мэгни Так некрасиво поступил И во время боя И до боя Какая-то вообще Непонятная совершенно история Это конечно Ну вызывало эмоции А теперь Ну все Его не любят Все там кричат По большому счету Ни на пресс-конференции Ни во время Ни после боя Он ничего не сказал То есть получается Он как Пэдди Пимблет Подуспокоился То есть он уже Получил определенную Известность Притянул к себе внимание И теперь он просто говорит Вы обо мне говорите Это то что мне надо А что вы говорите Мне все равно Это вообще получается Новый когорт звезд Это Гэри Это Пимблет Это Пурия То есть это реально Прямо вот Следующий этап звезд Вот А подожди Решение там Мы не обсудили Оно же раздельное Двое Все раунды отдали Гэри И один 2-1 Отдал победу Джо Фунилу То есть вот как раз Я смотрел этот бой Больше глазами Того судьи Который отдал Джо Фунилу Хотя Хотя я понимаю Понимаю Что суммарно С точки зрения оценки Всех техник Там давление Ну вообще отступал постоянно Да В первый номер работал Именно Джо Фунил Но вот по количеству Ударов Все остальное Математически Наверное выигрывает он Это судья Который Гончарова Отдал победу Такой же точно был Который отдал Нилу В этом бою Ну то есть тоже Шел вперед За счет давления А что там попадал Не попадал Так это мы не будем считать Он же вперед идет И все нормально То есть получается Логика такая Вот Ну у меня Лично Перед оглашением Результата Никаких сомнений не было Я думал что 2-1 По раунду победил Гэри Но видишь Отдали 3 раунда Вот да Я удивился Я удивился двум вещам То что отдали Все 3 раунда Двое судей И то что один Вообще отдал Нилу Я такой Ничего себе Ну да Получается что Нил Два поражения подряд От Шавката и Нил И От Шавката И от Гэри От Гэри И что дальше То есть грубо говоря Он становится гейткипером Уже таким Закоренелым гейткипером Причем уже встречающий Людей топ-15 Грубо говоря Вот так даже Хотя Джофф Нил Безусловно Человек Обладающий Чуть ли не лучшей Боксерской техникой В этом дивизионе Наверное Ну скажем так Одно из точно Ну у него просто Очень тяжелый удар Он маленький Он крепко сбитый И тут все очень просто Все знают Как драться с Нилом Да Что надо примерно так драться Или примерно как Шавкат дрался То есть если ты хорошо борешь То ты Нила пройдешь Если у тебя есть Такой там Футборк И ты хорошо так чувствуешь Дистанцию И ты высокий И у тебя хороший размах Вот надо так драться Чтобы пройти Если Нил попадет в голову То скорее всего Это все будет Как вот Люки Он вырубил И в общем Давай поговорим Про Двелишвили и Сихуды На самом деле Мне очень понравился Сихуды в первом раунде И Конечно же Я сильно разочаровался Как прошли Еще 10 минут Годы берут свои Кто бы что ни говорил 37 да Сихуда Я не помню Но где-то так Ну в общем Хоть я и выиграл футболку Благодаря победе Мираба Я тоже болел За Сихуда За Генри Ну еще плюс Он Знаем отношения Мираба Двелишвили Негативное К нашей стране Знаем очень Теплое и доброе отношения Генри Сихуда К России И вообще Как бы он Прикольный парень И конечно Ну хотелось Чтобы он победил Но Действительно По факту Тут ничего не скажешь Просто Мираб машина Это надо признать И Не знаю там Как сейчас начали писать Там ему хвалебные оды Что это лучший Самый доминирующий Боец Легчайшего дивизионного истории Это конечно Ему еще надо доказывать Причем доказывать долго Еще как минимум Надо чемпионом стать Но В общем Это было предсказуемо Ну да Это было ожидаемо Дело тут в другом Сейчас же у нас Поднимается Джиммейн Стерлинг В весе Да Я буду драться с Каттером На UFC 300 Мираб Да На первой позиции Теперь его бой С Шоном Умэйли Кстати Он на пресс-конференции Скал что он будет драться С Чито Потому что он уверен Что Вера выигрывает У Шона Умэйли Так что Здесь нам осталось Немножко подождать И действительно Там Про новых чемпионов Даже такая картинка Там была И в том числе Там и Вера Фигурировал Но знаешь Шон Умэйли Просто всегда не верит Всегда Он чего-то не может Он там Выиграл Спорным решением Петрояна И вырубил Стерлинга Но и этого Вообще Недостаточно Чтобы он Воспринимался Как большая фигура Почему Мне кажется Умэйли Должен фаворитом Заходить Поединок против Веры Несмотря на то Что первый бой Он ему проиграл Ну Посмотрим Опять же Вот как раз Если бы Не было там Предыдущего боя Против Алджамейна То да Он бы против Веры Скорее всего Был андердогом А так Ну такая защита Такое качество Боя против Петра Мне кажется Вообще Никаких вопросов Быть не может Я ему тоже зауважал Тут как бы Куда деваться Но Но при этом Любой претендент Воспринимается Как ровнее ему То есть Все равно Его не воспринимают Как доминирующего Чемпиона И так далее Вот Мира Лишили Да И при этом Еще Сихуд Он даже не завершил Карьеру Хотя говорил Что сделает Это Но он не обещал Ну да Это такая Позиция А зачем вообще Тогда заводить Разговор об этом Может быть Чтобы готовить Себе Какое-то Ну там Стелить себе Некое Такое Ну там Матрас Да Уже перед Если там Все будет Совсем плохо То всегда Можно будет Сказать Что вот Я там Завершаю карьеру Просто если Он не завершит Карьеру Да Допустим Решит Привести Еще один бой Один бой То Каким должен Этот бой быть Да Вот как Официально прощальный Все же точно Вот Кто должен быть соперником Генри Сихуда Ну все По-моему все очевидно Мышонок А ну Вернуть мышонка Да Подписать на один бой И проводить Прям вот Сихуда Вот таким образом Нет Из действующих Ну из действующих Сложно сказать Можно титульный бой ему дать Там допустим Против Умелли Вот Или с Петром Яном Ну Не вижу в этом особого смысла Да Здесь особого смысла нет Потому что если бы Посмотреть На реванш С Дилла Шоу Да У которого все было В порядке со здоровьем Вот здесь я был бы Прям очень рад Увидеть этот реванш Но его мы тоже не увидим Так или иначе Получается Что у Сихуда Наверное Еще один такой бой будет Как обычно провожают В этом бою Не должно быть Много спортивного смысла Но должно быть Много символизма Тогда Доминик Круз Может быть Против какого-то Крутого ветерана Или против какого-то Грозного проспекта Ну вот какой-то такой бой Вот прям Чтобы сказать Спасибо Теперь уже уходит По-настоящему Да Так И что еще Нам осталось Обсудить в этом Ну короче Получается Что много расстроили Рома проиграл Расстроились Двалишвили выиграл Расстроились Генгери выиграл Ну че-то Как-то непонятно Да А вот Витакер с Костой Вот это был Хороший бой На самом деле Я честно Я симпатизировал И до боя Витакера Да Получается Что Вот Основной карт Начинался На таком плотном Негативчике И вообще прошел То есть Рома проиграл Двалишвили выиграл Генгери ненавистный Всем выиграл Витакер Ну только Ну Витакер выиграл Нормально Хотя Коста тоже Отличный парень Тут как бы Я если честно Ни за кого не болел Они оба Ну вот смотри Здесь обсуждается Один момент Больше всего Вот этот удар В первом раунде Который потряс Витакера Должен ли он Даровать победу В раунде Косте Или нет По твоему Я лично считаю Я не претендую Сейчас там На экспертность Но я считаю Что нет Потому что Ну просто Его перебивал Весь раунд Витакера И все равно Каждый удар Каждый эпизод Там считают судьи То есть там Преимущество Ну выглядело Очень серьезным И затем Один единственный удар Да он был потрясен Он больше не попал Он его там Не обрушил На настил Ну то есть Ну да Он очень хорошо попал Его там Начало там Он был на грани поражения Был Был Соответственно да Несколько секунд Не хватило Это понятно Но двое судей Отдали Соответственно Этот раунд Косте Только один Отдал его Уитакеру И плюс ко всему Знаешь Всем запомнилось Что ну это же Всего лишь один удар Как будто бы Вообще у Коста Не было других ударов А они были И процентное соотношение Акцентированных попаданий Было в пользу Уитакера Ну в соотношении Грубо говоря Там 60 на 40 процентов Вот так вот А не то что Коста вообще Ничего не попадал И потом только Один раз ударил Поэтому вот С моей точки зрения Я бы хотел Отдать бы Уитакеру Этот раунд Но прекрасно Понимаю решение В пользу Коста По первому тресу Да Да Согласен И вообще Коста Большой молодец Там после такого Перерыва Сколько он там Снимался с боев И вышел И против Одного из лучших Бойцов вообще UFC в истории За всю историю Полусреднего дивизиона Показал такой Качественный бой Да он проиграл Без вопросов Но это было конкурентно Он прям Пытался Делать ставку На свои козыри Он попадал Вы все видели Дорогие друзья Лицо Уитакера После этого боя Что он упоминал Вообще Отбивную И лицо Коста 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 Стоял Просто так Ну типа А и делал вид Ну не очень хорошо Скажем так Пока что с актерской игрой У Коста Да Делал вид Что он очень недоволен Судейским решением Ну в общем Так все по факту Конечно Ну вот Что дальше Теперь для Уитакера Потому что Единственный бой Который существует Который отличный Это бой Уитакера Уитакер конечно Один из лучших В истории Среднего дивизиона Молу средним Он дрался Но там не так круто Имеется ввиду Что бой со Стрикландом Это бой Который действительно Прям офигенный Стрикланд Против Уитакера И теоретически Они могут подраться 1 июня На UFC 302 Времени достаточно Для подготовки И того и другого Другое дело Что в этом бою Нет титула Но это мог бы быть Ко-мейн-эвент Номерного турнира Вполне Я считаю Ну да Еще можно посмотреть Когда отправиться А кто выиграет Как ты думаешь Уитакер или Стрикланд Я думаю Что Сложный же бой Уитакер Уитакер все-таки Поддавливать На грани Ударной дистанции С Уитакером Скорее всего Не будет работать Потому что Уитакер очень грамотно Раздергивает Потом залетает Быстро на дистанцию Причем у него Ну мы видели Как он работает Левой рукой Супер разнообразно И он просто быстрее Мне видится этот бой так Но опять же Как он пойдет Это неизвестно И у кого в этом бою Будут заходить лоу-кики Вот что еще интересно Мне кажется Стрикланд с удовольствием Опять приедет Куда-нибудь в Новую Зеландию Или Австралию 302-й будет в Нью-Джерси 302-й турнир Ну да Бой может пройти Где угодно Это уже не суть важно Но Самое главное Что здесь В этом поединке Мы получили ответ Кто сильнее Конст Или Уитакер И у Уитакера Естественно Есть Шон Стрикланд Как бы в кармане Потому что остальные варианты Вот этот реванш Дюплиси сейчас Кстати тоже может быть Да Но я не думаю Что промоушен пойдет По этому пути Поэтому Уитакер Он лучше Лучше для Уитакера Если не Стрикланд Мне кажется Просто не существует Сейчас Поэтому получается Турнир Такой содержательный Мощный Интересный Красивый Казалось бы Но не шедевральный Да У нас пойдет Как бы По возрастающей 298 Получился Вот таким И это Турнир имени Илита Пури Кто бы что не говорил 299 Кажется многим Чуть ли не сильнее 300 Хотя это Как минимум Спорно Как минимум Спорно Но они сопоставимы Они очень близки По звездности По блеску По качеству И количеству Интриг Ну просто Вы понимаешь Например Бой Гейджи Холлоуэя Да Это Один этот бой Просто выглядит Как нечто Супер особенное Интересное Как бы Я уж не говорю Там про девчонок И про Главные события Конечно же Главные события Которые мы получили Хилу И Этот Перейра Перейра Да Перейра Это не то Что мы ожидали Это фактически Ее все здесь расписалось Своей несостоятельности Мы искали Искали Но не нашли Почему несостоятельности Просто я говорю Не надо переоценивать Значение этого турнира Что они должны Что-то были сделать Вот Что сделали То сделали Вот для меня Как для болельщиков Должны были И не сделали Они обделались Мне кажется Твои ожидания Мои проблемы Мои проблемы Все равно Все купят эту трансляцию И все ее посмотрят Не ради этого боя Так ради других Хорошо Давай двигаться дальше Или ты про UFC Что хотел сказать Про UFC 300 Нет Не 300 А 298 Нет Ну по поводу бонусов Можно еще сказать Что мы уже говорили Что лучший бой Лемас против Дерн Потом за выступление Дали Топури Эрнандес И Жанг Миндьянг В общем Все честно Никаких здесь вопросов нет Молодцы Все кто выступили Успешно Да И тогда Давай перейдем К чему У нас было Несколько турниров Еще Довольно интересных Это был Тайский бокс На Роджаном Нерне Это Турнир OpenFC В Воронеже Первая трансляция Open Там был Кстати говоря Очень крутой Давай тогда про Open И поговорим Да Дорогие друзья OpenFC Один из Наиболее уважаемых Российских промоушенов Теперь эксклюзивно У нас ВОКО Турниры раз в месяц Следующий турнир Будет в Петербурге 22 марта Приглашаем всех ВОКО Приглашаем всех На стадион Кто в общем Будет в этот момент В Питере Этот турнир был В Воронеже OpenFC Открывал сезон Этим турниром Он получился Очень интересным И там был Супер нокаут Супер нокаут Каландар Табаров Нокаутировал Мамлета Амирова Давайте посмотрим Как это было Безусловно Заявка наверное На лучший нокаут Вообще этого года Вот такой удар С вертушки Точно в челюсть Вообще без шансов Абсолютно Вот такая победа Табарова Вот с этой камеры Будет очень хорошо видно Да Причем Обратите Как готовил Каландар Табаров Этот удар Тоже очень грамотно Все от начала И до конца Вся комбинация Как он выходил При помощи комбинации Руками Специально вышагивая так Чтобы потом провести вертушку Это зашло Феноменально Просто подобрал дистанцию Тайминг В общем это прям такой настоящий шедевр От первого И до последнего движения Но вообще это заявка Как минимум На нокаут Уикенда Вот вообще В принципе И чем в РВС Да был В РВС Да Есть Так получается Что было два крутейших нокаута И ни один из них Не был в UFC На этой неделе Ну да А давайте сразу РВС Посмотрим И как раз Чтобы была Картина И мы могли сравнить Один красоту Одного нокаута И другого Вот как раз Да Вообще Стоит отметить Что там было Несколько Очень крутых нокаутов РВС Напомним Дорогие друзья Что это Тайский бокс Очень крутой Из Таиланда Который мы показываем Почти Каждую субботу И там было Несколько Супер крутых Иранцев И вот это Второй иранец Который выступал И вот такой Одноударный хайкик Просто Саинсон Представитель Таиланда Его потом Очень долго Приводили в чувство Первый иранец Там нокаутом По печени коленом Кутировал соперника Второй Вот так Какой нокаут Короче Тот первый Который в оппене был В оппене Для меня Однозначно Для меня тоже Спорить не буду Вы можете сами выбрать Как вам больше понравился Но второй тоже очень крутой Да Хайкик голову Именно Ну там И колено по печени Ну просто он не так Зрелищно смотрелся Но тоже прям круто То есть там На спортсмена зажали У канатов И он Находясь спиной к канатам Провел такой удар Навстречу Тоже это очень тяжело сделать И вообще Турнир получился Очень крутым РWS Ну вот помнишь Леша Когда мы с тобой Комментировали Первый их турнир Ни одного нокаута Как-то так Да Ну все Здесь все будет до решения Нет Тут почти все было нокаута И Ну давай про главный бой Поговорим немножко Главный бой Там было два молодых парня Дрались они за вакантный титул Вот Печ Сиам Против Вутикорна Так Подожди Это не главный бой После них еще один бой был Этот был главным А потом Они еще один бой Добавили из андеркарда Получается Он был последним Но главный был этот Да И здесь до пятого раунда Которые у нас бывают странными Часто Не дошло Бой получился очень динамичным Зрелищным И Печ Сиам В каждом раунде Выглядел все лучше и лучше А Вутикорн все хуже и хуже И посмотрите Вот сейчас мы увидим Как А в четвертом раунде Был остановлен этот бой Или в третьем уже Вот Как рефери Орет просто Орет на Вутикорна Что тот должен действовать Да Что тот должен действовать активнее И потом просто В совершенно неочевидной ситуации Вроде как Ну бьют 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 И все И рефери останавливает бой Вот посмотрите Даже чистого попадания не было Просто рефери решил Что все Хватит этому парню Он наелся Ну он действительно наелся Это было видно Но мы не привыкли Просто к таким остановкам Потому что там не было Каких-то ужасных рассечений Там никого не болтало Ничего как бы Такого не было Ну то есть дерутся и дерутся Одного бьют Но и он не протестовал Вот это тоже является Показателем того Что никаких претензий нет И было видно Что ему прям плохо Ему прям плохо Значит судья молодец И судья он прям У них там своя атмосфера У них свои порядки И это прям вот чувствуется Да Эти порядки Иногда для нас являются Кажутся странными нам Но Все по делу на самом деле Особенно учитывая Что пацану 18 лет Но там в принципе Возраст довольно маленький В тайском боксе вообще И на Раджедан Нерне В том числе Возвращаясь к Оупану Там во главе Карда был еще и титульный бой Магомед Юносилау Заслуженнейший наш спортсмен Единогласным решением Выиграл у Асо Хишолова Выиграл на борьбе Ну и опять же Здесь вообще никаких чудес Не произошло Потому что Юносилау и так Был фаворитом В этом противостоянии Серьезно Серьезно И Магомед просто возил все пять раундов Асо Хисолова Просто возил 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 Хишолова Хишолова Да Я этот бой В общем посмотрел полностью От начала до конца Хоть комментировали его наши Замечательные коллеги Но Да Это было если честно Ну не самый далеко зрелищный бой Вообще в целом Да И не самый зрелищный бой Магомед Юносилау Но Здесь Одно не подлежало Никакому сомнению То что Магомед Забрал все раунды Да 50-45 Это тут очевидно И также был еще Занимательный бой Между Иваном Даниловым И Дмитрием Ионином Дмитрий Ионин Многие из вас знают Потому что он Тренируется в команде Федора В Старомосколе Ну не совсем в команде Федора Да В том числе в команде Ну в клубе Александр Невский В клубе Александр Невский Да В общем Крепкий очень боец И здесь Был такой Близкий бой получился И отдали Ивану Данилову Да По все разговоры Вот отдали местному Судили местные А местный-то Данилов Вообще из Самары Я не знаю С чего пошла эта тема Что он типа местный На пресс-конференции Так раскачивали Почему Так на пресс-конференции Там такая история была Значит Мне кажется вообще Что там ошиблись Организаторы такие Говорят вот типа местный боец А он такой А Данилов такой говорит Ну я вообще-то из Самары Ну хорошо Ладно буду местный Буду местный Да-да-да И получается что местный Это как раз Ионин Потому что там оскол То рядом совсем Да Вот Но Данилов перебивал Ионин перебарывал Вот так скажем Да Ну в общем Мне показалось Что в целом Ну близкий конечно бой Но все по делу Потому что оценивается ущерб Прежде всего В стойке был Получше Данилов Ну молодые ребята Первое поражение Для Дмитрия Ионина Пожелаем ему Вернуться сильнее Проделать работу Над ошибками И все что обычно В таких случаях желают Да Но в целом Крепкий турнир С неплохим показом Так что все Я думаю будет Хорошо У ПНФС И в Петербурге Пройдет еще более Громкий турнир Да И мы показываем Пресс-конференции И церемонии взвешивания Тоже в прямом эфире Можете смотреть У нас в ВОК В общем Где вы еще такое увидите Как кстати И пресс-конференции Церемония Не пресс-конференция Церемония взвешивания Беллатр против ПФЛ Будет тоже у нас на ОК В прямом эфире 23 февраля В 8 часов вечера А турнир 24 февраля Тоже в 8 вечера Да В заключение Еще про что Еще про Сиен Кэгглс Да Два момента Конечно Да Там большой был турнир В Ростове-на-Дону 16 поединков И вот Знаешь У каждого турнира Бывают свои Такие-то лейтмотивы Иногда они Вот просто делятся Очень четко Безумно крутой Интересный Андеркарт И не очень Интересный Но Крайне содержательный И наполненный Борьбой Мейнкарт Вот так я скажу Поэтому Ван Вот про Андеркарт Как раз я пару слов Хотел бы сказать Это молодые орлы Молодые новые звезды Там выступал Ахмет Макаев И Парвиз Хамиджонов Естественно За Парвиза В Ростове Пришел болеть Целый сектор Таджикских болельщиков Он был непобежденным Там Делал яркие Заявления Но в итоге Все это закончилось Одним единственным ударом Чисто В челюсть Кстати Вот Копилку к нокаутам Здесь будет удар рукой Но тоже можно это посмотреть Вот такой нокаут Добивать не нужно было уже С этой камерой не так хорошо Просто было видно Чистейший дистанционный удар В челюсть И после этого Началась определенная суета В зале Сразу же Как вы понимаете А что-то почему? Ну потому что таджики Были очень недовольны Тем что проиграл Парвиз А что нокаутировали Парвиз Да Что это вообще была случайность Там и так далее В общем там Сразу Такая обставка накалилась Хотели отомстить? Ну даже и пытались Но там все Очень быстро было взято Под контроль В общем никаких Эксцессов не было Но Ахмед Ахмед Макаев Запомните этого парня Он реально Очень Крутой спортсмен И потенциально Мне кажется Может Перейти И в основную лигу И второй момент Который также хотел бы отметить Это бой Альберта Малокурбанова И Николая Киоси На самом деле В чем уникальность Этого противостояния Сначала Николай Киоси Просто полетел в борьбу Забрал отличную позицию И практически провел Удушающий прием Но как только Альберт выбрался Он сам включился И завершил бой с Абмишиным То есть Бывает Нокдаун Он стал И того в нокаут отправлять А здесь такая же история Но в борьбе И вот это конечно Прямо было поразительно Потому что это случилось Практически одномоментно Сейчас так же здесь Будет видно Но в целом Борьбы вообще в этом поединке Было Хоть отбавляй Вот И Никита Ян Ты часто такие вот Поединки можешь вспомнить Где вот так быстро Инициатива в борьбе Именно переходит Вот Казалось Смотри Заход Удушающий Все серьезно Позиция шикарная Позиция вообще отличная Все взял Но как бы не до конца А теперь раз И гильотиночка Как тебе А? Но здесь Это кстати Показательный момент Потому что Мы знаем Что Удушающие Чаще случаются Не из статичной позиции Где-то там за спиной А вот именно в моменте Когда Человек не ожидает И его сразу вот Хватают И уже получается Хороший захват И здесь Судя по всему Боец как раз Не ожидал Что так быстро Моментально Курбанов Возьмет Подожди А бойцовский клуб РЕН-ТВ А вот это А вот это точно Да Но там Значит в этот раз В предварительном карте Были бои По правилам WTKF Это такое Ну ММА С определенными Ограничениями То что там Рефери отчитывает Прям вот пальцами Отчитывает 10 секунд Когда бойцы в партере И потом поднимает Вне зависимости От того что происходит И это конечно Было удивительно Смотреть когда Там идет добивание Из фулл маунта И бойцов поднимает Стойку Идет там Болевой прием Бойцов поднимает Стойку То есть Такой прям Как так Это же нельзя так Ну вот Но когда я первый раз Стогнулся с этими правилами Мне тоже было Очень не по себе Я работал пару Ну да Субъективно Субъективно Все таки Мне кажется Что эти правила Можно докрутить Типа что Он должен отчитывать Но если вот Не происходит добивание Или там Болевой удушающий То окей Он поднимает Тогда круто Понятно Нет залеживаний Там и так далее Но если вот прям Что-то творится такое Ну как же так Получается что Ну в пользу того Кого там добивают Все это дело В пользу проигрывающего И получается что Если сабмишн проводят Дольше держат Дольше разрешают бороться Казалось так Да И плюс еще там Такой момент Это вроде как ММА Но отчитывают Нокдауны Ну я говорю Это правило Именно ВТКФ Да Правило ВТКФ А главные все бои Где там В главном поединке Победил Кевин Джонсон Это был бокс В перчатках для ММА Я знаю Что есть много критиков И недоброжелателей У такого варианта Но мне кажется Вот из современных Гибридных видов Это прям большое будущее Потому что он очень зрелищный Да Они там друг другу Наносят большой ущерб Кстати Там у них гран-при Они зрелищные Подожди Главный бою Бокс был или что Бокс Перчатках для ММА Кевин Джонсон Против Шона Тернера И кричали Русские вперед Русские вперед Кричали Кевину Джонсону Он же по прозвищу Владимирович За Русь Все дела Так что в общем Он победил Публика была рада И еще Они запустили Гран-при Тоже по правилам Бокса Перчатках для ММА Полутяжелый вес Там Сергей Романов Победил Максима Федорова Вышел в финал И Сергей Хрисанов Победил Марселя Ханова Тоже вышел в финал О, Хрисанов Это же кудошник Представьте Кудо Из Дальнего Востока Очень крутой Вот Теперь Хрисанов Романов Будет финал Очень крутой бой Классный бой Романов Меня очень удивило Что он в полутяжелом весе Потому что я-то помню По временам Против Кунченко В М1 Такой Поджарый Полусредний вес А здесь уже Набрал И опыта И веса И в общем Теперь полутяж Нет Это прям реально хороший бой Ну и главное Это событие недели Как мы с тобой забыли Куда же без этого Так вот там уже Опять кого-то вызывает А ты с собой видел? А видел Я тоже видел К сожалению Я не хотел смотреть Но я увидел Но это было Я не сдержался Мне было стыдно Но я продолжал смотреть Я не мог оторваться Вот Но это был Очень странный бой Да Тот вообще ничего не делал Совсем было Как-то это все странно Но Знаешь Видно что Милохин пахал Да Вот если брать От полного прям нуля И до вот того Как он смотрелся Понятно что соперник Абсолютно да Никакой был И ничего не делал Но он все-таки Это не смотрелось Прям Знаешь Вот этот вот Как мы видим иногда Вот эти бои Там по поп-ммэй И так далее Где люди абсолютно Ничего не умеют Нет Было видно Что-то он умеет Он умеет бить там Стойка нормальная В общем И с российским флагом В общем Поздравляем Даню Милохина С дебютом И будем ждать Или не будем Его следующих боев Да и не Ну пусть дерется Кто-то будет ждать Я ждать не буду Но С результатами ознакомлюсь Знаешь Как этот Токсичный ответ такой Может быть даже посмотрю Ну если Не знаю Не знаю Вот Давай про анонса Чуть-чуть Прононсируем Все остальное Вообще Все что будет на этой неделе А будет очень много чего Понятно что будет Турнир ЮСЕ в Мексике Где будет драться Морена и Эйра Артег Об этом уже сказали Но это не главное событие Единоборческое Мне кажется На этой неделе Потому что Будут у нас Игры будущего На этой неделе Где также будет Будут представлены Смешанные Единоборства Но там еще нужно И в Бортал Комбат Уметь играть И там общий зачет Да кстати Мы вот буквально Там час назад Узнали состав Бойцов ММА На Игры будущего И там прям Очень хорошие ребята Посмотрите В общем если будет возможность Не пожалеете Там должно быть Очень хороший бой Там и Лаврентьев Нагибин Хабзин Гор ММА Представлены Своими лучшими бойцами Кузни представлены Уральская команда РСС сильнейшая Так что там вообще Все будет Ну там все будет По-серьезному Прямо на сто процентов Но главный бой Грядущей недели Это конечно Вадим Немков Против Бруно Капелотса Смотрите Только у нас ВОК Первый объединительный турнир ПФЛ против Беллатар И программа В которой мы рассказываем Досконально Про все бои Тоже у нас ВОК Находится Около клетки 76 выпуск Да Нет Но этот турнир ПФЛ и Беллатара Ну просто наголову выше Чем турнир в Мексике Да И очень Потому что там будет И Джей Маки И Патрисио Фрейра И Райан Бейдер И Немков Там просто все будут Вообще Да И очень приятно Что турнир будет В Саудовской Аравии В 8 часов вечера В субботу 24 февраля Смотрите ВОК А в воскресенье В воскресенье что? Эйсей Краснодар И там Ислам Амаров Полпунников Гасанов Вартан Асатрян И Муслим Магомедов Там состав тоже Более чем серьезный Ну и для диких фанатов ММА Будет тоже у нас Такое испытание То есть получается В 8 утра 24 начинается Райзен Японский Да Из Японии Саги Там будет 9 боев всего Откомментируют Руслан Гумилев И Рома Мазуров Потом будет перерыв Тайского бокса РWS не будет На этой неделе У них там праздник Так что они отдыхают И потом вечером Получается ПФЛ против Потом Мексика UFC И потом UFC Уже вечером В воскресенье Так что выходные Насыщенные Будет что посмотреть И мы конечно Все это тоже будем смотреть Для того Чтобы потом вам Все рассказать На подкасте За всем все Алексей Володин Ян Баранчук Провели для вас Почетный подкаст Око за око Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok